Добрый день! На моих часах близ 15 и 3 ночи. Ну, вы здравствуйте, да? Я вам желаю здравствуйте. Серёж, как я вам могу помочь? Да не нужно. Чем вы можете мне помочь? Не знаю, но вы мне скажите, вы не коллеги, скажите, если что-то я могу сделать для вас. Всё, что можно было сделать, люди мне сделали уже, а я только на Господа надеюсь. У меня сильные боли, чем вы мне можете помочь? У меня столб спинного мозга прерван, и во всем теле очень сильные боли, понимаете? И разве может мне человек чем-то помочь? Тут только, если только помолиться. Хорошо. Конечно. Чтобы терпение дал терпеть и всё. Господь проверяет нас. Но это не только болезнь. Их он один святой сравнивает нашу жизнь с обработкой алмазного камня. Господь хочет из нас сделать нечто большее. То есть, а мы отвергаем его предложение. Некоторые запостеневают и живут, совершенно не развиваясь духовно. То есть, если материально они растут, а духовно, наоборот, умоляются и не считают нужным развиваться внутренне. Господь ждёт от нас именно внутреннего возрастания. Перед нами вечность стоит, вечная жизнь. И в этой вечности мы будем бесконечно развиваться, бесконечно расти духовно. А это что значит приближаться к образу Господнюю, к образу Создателя? А приблизиться к образу Создателя невозможно даже, ну, ни на сколько. Это значит, что нашему совершенству нет никакого предела. И мы уже на Земле здесь, ну, многие люди, по крайней мере, не хотят расти духовно. А что, опять же, духовно расти, да, это... Ну, в первую очередь, друг другу научиться выносить друг друга нам. Мы же не можем совершенно. Вы же в Америке там живёте, видите, как всё у вас натянуто. Спрашивают друг у друга о здоровье, там, настроении, хотя немалейшего интереса к этому не имеют. А ради чего это же всё? Это говорит о том, что человек просто запостенел в своём. То есть он в традициях утвердился, а духовного-то роста совершенно нет. Вот вы живёте в Америке, опыт такой проведите, да? Вот у любого американца он спросит о вашем там настроении или здоровье. И начните ему рассказывать о своём здоровье. Ой, да я приболел, это ведь вас слушает, и никто не будет совершенно. Сочувствия-то нету друг друга абсолютно никакого. Сатана захватил душу. Мы должны носить тяготы друг к другу, как Господь нам Христос говорил. Тяготы друг к другу носить. Ой, Серёж, вы такое как раз, то, о чём я хотела с вами поговорить. Я, знаете, я всю жизнь была эгоисткой, страшно. Вот, ну, в общем, жизнь так протекала, что, ну, родители баловали, вот, в общем, всегда была на первом месте, всегда замуж вышла удачно, ну, вернее, удачно, как удачно считалось, вот, и муж баловал тоже, и, в общем, всё, всё на готовеньком всегда, вот. И вот так получилось у меня, что потом у меня одна болезнь за болезнью, и я поняла, что я по ним, ну, умираю. Ну, в общем, с мужем мы развеялись. Муж очень хороший, очень хороший был. И я вертихвостка, знаете, и вышла я замуж за другого человека, вот, только потому, вот, а он уезжал в Америку. Я вышла замуж, потому что я надеялась, что в глубине души, что я, во-первых, если я, ну, умираю, то это как бы доброе дело, вот, потому что я ничего доброго не делала в жизни, а он был очень-очень одинокий и несчастный человек, вот. Вот, и простой человек, не такой, как я, со всякими там загибонами, вот. И потому что я подумала, что, может быть, в Америке я выздоровлю и так далее, хотя у меня была программа всегда, всегда были программы у меня какие-то. То я там на носоках, то я еще на чем-нибудь, знаете, а тут я поняла, что глаза у меня изменили, что у меня лицо изменилось, что у меня говорили там, ну, предлагали быть манекенщицей одно время. Вот, ну, в общем, удачно, внешне я была красивая, вот. И потом я стала своими руками себя уничтожать, там, одна пластическая операция за другой, это когда с мужем, с первым жила. Вот, и в результате, в общем, я заболела очень сильно. Потом я стала изменять ему, вот, изменяла, ну, влюблялась мимолетно, изменяла. И Бог мне наказал генерическую болезнь, и я даже не знала, что это такое. Месяц болела ею, и не думала, что меня, ну, заразил человек, я уже думала, за него замуж выйду, все. Вот. А вдруг, Господь меня стал учить таким образом, вообще. У меня лицо опухлое, я стала страшная. В общем, глаза повылазили, щитовидка увеличилась. А тут я еще и, ну, в общем, я с кровью у меня не то. Вот, в общем, страшные вещи стали со мной происходить, и вся жизнь, которая у меня была прежде, она как будто бы полностью, вот, я на другую планету попала. Я одна, вот, и с болезнями, и вся опухшая, и мужчины уже плюют в лицо, они улыбаются и цветы дарят. В общем, для меня это было все шокирующе, но я надеялась, как атеистка, материалистка, я думала, вот, вылезу. Ну вот, и изучала, память стала пропадать, все, в общем. Еле двигаю, еле говорю, еле думаю, еле-еле, я стала полностью ментально ненормальна. Вот, стала медитацией, всякие там буддизмы. Вот, ну вот это вот моя эгоистичная эпопея. А потом я потихоньку, через страдания своего замуж, ушла за этого человека, и приехала с ним в Америку. Ну, он первый приехал, потом я. Вот, и я знала, что я как бы не должна иметь... Это падение нигде происходило еще на родине? Вы из России же, да? Я, я, папа военный, мы ездили, и стали жить в Одессе, Сереженька. В Одессе мы закончили, вот, и там я встретила второго своего мужа, тоже Сашу, вот. А, и вот бабушку встретила я когда-то, вот. И вот я ей рассказала, что еле-еле я хожу, еле-еле я думаю, а тут первый муж круизы, там все, там, квартал. Ну, в общем, роскошная жизнь, а я уже не могла этой роскошной жизнью жить, потому что меня Господь тормозить заставил. И вот я иду, мне говорят, давай, иди покрестись, то есть все, вообще. Я пошла, одна бабушка говорит, ты помолись на иконку Николая Чудотворцу, попроси второй шанс. Я просила второй шанс, вообще, ну, конечно, сердце у меня было вообще камень. Вот, и Господь мне дал второй шанс. Вот появился тоже второй мужчина, Саша, вот. И вот он говорит, давай, поехали. Я вот достопорилась, конечно, но через год я выехала к нему и здесь осталась. Конечно, совершенно, ну, он с другой планеты был. Но вы знаете, он был очень добрый, очень-очень добрый человек, очень простой человек, душевный человек. Вот. А я, дура, выпендрежная, вот, все это, думала, боже мой, ну, когда я уже с ним, я просто не могу с ним уже больше. Не могу, вот, вот, другая семья, совсем другие понятия. Вот. Но Господь меня испытывал очень сильно. Тяжелые были испытания в его семье, потому что там непростые отношения были в семье, чего я никогда не видела. Вот. И я стала читать Библию с горя. Стала читать, знаете, каждое испытание. И вот там вот говорится, откажись от себя, или вот ты, там тебе сказали пройти, сколько ты там, а ты пройди еще больше с ним. Вот. Ну, и, в общем, наступил момент, когда я отказалась от себя, ну, и сказала, вернее, один мужчина, там, я уже думала, что я, может быть, для него замуж выйду, но я вдруг поняла, что так не должно быть. Я сказала себе, что я отказываюсь от всего, это все неправильно, Саша так много сделал для меня, он хотел иметь друга, все, и он просит меня остаться с ним. И я отказалась от всего. Детей не могла иметь, и вдруг, вот, Господь помолилась к Господу, Господь мне дал ребеночка. Вот, маленького Фрэнка. Вот. Ну, муж пил. У него была история, что он пил. Но я, знаете, я добавляла своей стервозностью. Я всегда его мучила, всегда критиковала мужчин своих, всегда была такая, ну, знаете, громкая женщина, такая. Характер у меня папин. Вот. Папа, конечно, сильный человек был, а я, женщина, стала такая, мужиком настоящим. Однажды мне муж сказал, говорит, ну, я тебе, вот ты уже и это и сделала, зачем же тебе мужчина вообще нужен? И, в общем, он спился и умер здесь. И когда он умер, Серженька, знаете, перед тем, как он умер, я все время говорила Господу, научи мне любить, научи мне любить Сашу. Вообще, все, кто меня больно делает, так, чтобы, ну, кто меня обижает, все. Ну, так любить, как ты говоришь, чтобы я любила, я любила. Независимо, если он будет убивать меня, больно ребенку делать, ну, все, что угодно. Ну, конечно, в вас было других маленьких испытаний. Знаете, там, я подозреваю, что сына моего, когда он в детстве, ну, в садике там был, мне кажется, насильник мальчик был, один воспитатель. Я подозревала, но я не могла доказать. Ну, в общем, в сердце я свое, мы простила того мужчину, который, мне кажется, что делал с детьми, с маленькими. В общем, смогла простить Сашу и полюбить его вот за то, как он есть, знаете. Просто полюбить, как, ну, в общем, чем больше мне делали больно, вдруг мне Господь открыл сердце, и вот открыл, вот когда Саша умер, у него отказали, ну, органы, там, печень, все. Ну, после этого со мной произошло чудо просто, знаете. И вот три месяца я ходила в этом, в этой любви я купалась, знаете. Ну, я совсем ничего не понимала, что со мной тут происходит. Опять книжки начала читать. И Господь меня вывел в итоге на то, что это был Дух Святой. Ну, очень-очень я долго это все понимала. И привычки мои медленно, вот, наверное, через три месяца вернули, знаете, привычки мои. Я очень зависимо была от еды. Мой эгоизм, критицизм, вот эта вот критика других. Вообще, знаете, глаза у меня были стальные, железные. Глаза, страшные глаза. Глаза, холодные, прямо лед, знаете. Вот. И началась у меня тогда борьба, вот, ну, вот 10 лет назад, 11, когда произошло, борьба началась у меня. И вот у меня мальчик растет, мой Френчик. А я разрываюсь, вот, понимаете, с того возраста, когда он рос, я стала разрываться, Сереженька. Потому что, понимаете, я как бы в миру, и в то же время бросить мир не могу, потому что сыночек у меня. Я как бы завишу от этого. Вот так вот все время, то я падаю перед Богом, Господом на колесо, то я возвращаюсь в этот мир и борюсь за существование. Ну, в общем, конечно, испытания через людей были, там, ну, вечное унижение, там, смех, издевательство. А сыну сколько лет? Сейчас сыну 17, он курит марихуану каждый день. Он очень-очень тонкий человек, очень тонкий, знаете, он очень нежный. И я его забила критикой. Потом, знаете, что, Сереж, я ему такое говорила, я ему говорила, все, это конец, это мы умираем, мы все сейчас умрем, ты отдаешься сатане. В общем, понимаете, все, что глупый человек может сказать, ослепленный, знаете, вот знания мне, которые я получила от Господа, они выливались совсем другим, и я вредила сыну, а не наоборот. Понимаете, любви-то нет. Сердце опять закрылось, понимаете. Вот, и давал мне, вот недавно совсем, знаете, как только он мне дает, ну, опять нету зависимости от еды, и начинаю опять, ну, идти против себя, против всего этого. Вот он мне приоткрывает, я уже иду увольняться, и потом что-то случается, то дверь там была закрыта у наших, ну, как это называется, там, отдел кадров, дверь была закрыта. А я уже рассказала даже боссу своему, сказала, вы знаете, я должна отдаться Богу, я должна ему служить, потому что так все ясно, он мне вдруг открыл, и я все, и я уже бросаюсь. Потом я вспоминаю, что я на улице окажусь с Фрэнком, потому что, ну, в общем, я опять осталась на этой работе. Я работаю с детьми с аутизмом, Сереж, дети с аутизмом, ну, тяжелая стадия. Ну, в общем, знаете, вот эта демонская сила так проявляется, прямо видно все это, так явно, знаете, когда входит она все. Или, вернее, я так понимаю, что в них, в этих детках уже есть это саморождение, знаете. Кстати, болезнь, она недавняя, эта болезнь, она, я думаю, она-то вошла в мир вот как раз с цивилизацией. Да, это вот просто, знаете, я думаю, вот детки, у них все в экстремальной мере, вот особенно вот, вот я даже сравниваю родителей. Вот родители прилеплен, допустим, к вещам, да, сильно, чрезмерно, а ребенок вообще кидается, просто прям падает в обморок за журналами, допустим. Если он видит, мы не могли даже в магазин пойти, ну, на экскурсию, потому что он просто падал, ну, детки у меня постарше, они до 22 лет у меня в классе. А где, что это за школа, как это все, организация какая-то? Американцы очень хорошо поставили эту систему в том плане, что они организовали специальные классы, а есть школы специальные, вот эта вот школа, непосредственно, в которой я работаю, она частная школа. То есть в этой школе только дети с какими-то отклонениями учатся, вот. И это давно школа уже организована, в общем, 5 классов там деток, и у меня есть ассистенты, у меня 10 ассистентов. И у них только ассисты, у этих ассистов есть еще другие, да? Да, есть, есть разные отклонения, вот, менталитет, ну, это, или даун с синдромом, знаете? Ну да. Вот, вообще, разное, вот, но все-таки замечательное, Сережа, такие дети вообще оттасны, вот в том, что, вот, они совершенно отчуждены от этой жизни, от этого, нет, у них крайности, знаете. И в то же время я вижу, вот, некоторые настолько, вот, как ангелы, они настолько добрейшие, и вот в этом мире, вот, прямо радуется, один из ребенок, прямо радуется, в семейной радости, переполнен этой радостью. И в то же время у него сильнейшая зависимость, допустим, там, от компьютера, допустим. Вот, 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 и у меня 10 человек, знаете, 9 сейчас, моих подчиненных, вот, в общем, короче, только я хочу оторваться, выйти из этой школы, из системы, хотя это моя работа, знаете, Сережа, я прямо иду, я знаю, что я должна все бросить, уйти, и вообще, я должна уйти из мира, я знаю, что я должна уйти из мира, Сережа, и жить одна, и, ну, ну, но я не знаю, куда существование же, ну, и Фрэнк у меня, и он наркоман, и я знаю, что я должна бороться за себя, прежде чем Господь поможет ему, чтобы, я должна выйти на Господа, я должна прорвать эту всю силу, которая меня вцепила, знаете, только я вырываюсь опять какой-то, знаете, проваливаю экзамен какой-то, что-то, иногда я даже, ну, потом я понимаю, знаете, что это так было умно сделано, сатаной, такая подстройка была, ну, в общем, я несколько раз пыталась уволиться, тут они мне дают повышение, говорят, едь в Сан-Франциско, там, ну, будешь вести всю такую школу, ну, с аутизмом, ну, там несколько классов, но, в общем, как только я поехала, я говорю, ну, мне надо поехать посмотреть, поехала, хотя я знаю свой ответ заранее, что я буду отказываться, что это испытание, поехала туда, мне еще хуже стало, знаете, мне атакой, я вообще не могу... Почему? Я не понимаю, если вам нравится общение с детьми, почему вы хотите отделиться от этого? Если чувствуете, что это ваше, а в чем тогда проблема? Потому что, представляете, вот сатана, он знает, что, что вот даже это у меня на пути, понимаете, даже это вот, что я... Мне кажется, мне нужно сделать все жертвы, какие только есть, вот мне нравится, я знаю, что это мое... Я должна отказаться от всего, что мне нравится, мне нужно отказаться от всего, от всего, понимаете, я настолько зацепленный человек, Сереж, я настолько зацепленный за все... Вот, например, у меня какое-то дело, да, оно начинает превалировать у меня, то есть мне нужно просто вот даже вот... Оно меня отвлекает от Господа, понимаете, оно меня все отвлекает, во-первых, во-вторых, вы знаете, вот когда я с детками, я бы, может быть, могла открыть бизнес, опять, это мои мозги будут принадлежать вот этому бизнесу, у меня будет всего... Нет, здесь как, что для нас должно быть приоритетом в этой жизни, это Слово Божие, как нам Христос, Господь сказал, исследуйте Писание, ибо через них вы хотите иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне, то есть всю свою жизнь мы должны сопоставлять со Словом Божьим, а что нам Господь говорит по этому поводу? Мы спрашиваем себя, а угодно ли это Господу, да, когда Адаму и Еву, он изгонял из рая, он сказал, будете питаться в поте лица своего, а от рук своих будете питаться, вот, то есть сейчас, как, ну, преимущественно в торговле, один продает, другой покупает, и так, и цепочка это длится перепродажа, то есть, вот, это же не благословерно, Господом. Вы должны что-то делать, что-то производить, пусть это не материально, пусть это духовно, вы даете другим людям надежду какую-то вы производите, понимаете, и все это, это означает благословенное дело от Господа, это совершенно неплохо, а кто, если не вы, это будет делать? Если вы утверждаете, даете утверждение тем людям, если вы подкрепляете их чем-то, понимаете, то это совершенно божественное дело от Бога, и отказаться от этого никак нельзя. Отказавшись от этого дела, вы придадите Господу. По крайней мере, я так чувствую, я еще не знаю, конкретно, чем вы занимаетесь там, но я уже понимаю, что это будет не Божье дело. Да. Абсолютно. Как же, как же от всего, а в этом мире нельзя ни от чего отличиться, это монастырь, даже посмотрите, в монастырях люди служат друг другу. Я понимаю, понимаете, у меня вот эти 10 людей подо мной, вот, я должна им говорить, все, понимаете, я должна ими руководить, и я, знаете, я думаю, что я еще недостаточно смирена, чтобы руководить, понимаете, они меня все называют как, ну не то, что называют, но, знаете, меня вообще, Сереж, меня считают как железное, знаете, ну не то, что железное, но никто не хочет со мной работать. Во-первых, у меня энергия такая страшная, вот я даже вот сейчас говорю я вам, я несмиренная, и меня это очень сильно мучает, когда я знаю Господа, то это я совсем другая, Сереж, и не хочу больше быть такой сильной. В общем, в любом случае, это, знаете, сверх меры уже, когда человек берет, это тоже не полезно для человека. Я не познаю Бога, я так понимаю, потому что я все время вот с этой едой тоже, знаете, я вот, у меня даже такое было, ну у меня годами было там переедание, все, знаете, и вот сейчас я... Мужчина, я бы не сказал бы, что вы переедаете, у вас нормальные... Да нет, 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 все равно, Сереженька, мне нужно не есть все время, понимаете, я ела вот, ну вернее голодала вот недавно, ну как голодала, три дня только, вот, и, понимаете, у меня все равно эта страсть, я ее до конца не убила, она у меня вот здесь сидит. У меня, я ее одно время убила, понимаете, я была выше, просто надо было выше быть этого всего. Это не так, если ставить какие-то вершины, которые непреодолимы, понимаете, мы должны реально тоже смотреть на вещи. Мы же для того, чтобы отказаться от всего, во-первых, в Америке нельзя жить. Сереж, у меня, это хорошо, что есть такие, да пока есть они эти все соблазны, так и есть с чем бороться, знаете, есть как побеждать. А если их не будет, так это же вообще будет легче легкого. Знаю, я, допустим, не ставлю себе, я четко вижу, с чем мне надо побороться и борюсь с этим, но я-то не ставлю вершины какие-то большие для себя. Да это не больше, я знаю, что эта тварь еще во мне, знаете, это во мне эта тварь эта вся. Понимаете, у меня, когда она вылазит, вот недавно совсем, знаете, что я сделала? Я пошла и опять, ну, это баптизм, ну, крещение водой опять приняла года два назад. И вы знаете, я просыпаюсь, вернее, вот это вот, оно влезло в меня в один момент, и вот оно вот здесь у меня в области солнечного сплетения находится. А вы вообще в какую церковь ходите? Ой, вы знаете, эта церковь, она не та совсем, а я туда и не хожу вообще. Я себе здесь дома молюсь. Я хожу, ну, вот сегодня вот пришла, но я туда только привожу, вот, знаете, я плакала сегодня, ну, расплакалась в церкви. Ну, там она такая, русская церковь православная, ортодоксальная, ну, там уже смешано с американцами. Это первые наши поселенцы, вот, иммигранты. Но крестились там православные церкви, крестились? Нет, я пошла в баптистскую, чтобы, ну, чтобы окунуться хорошенько, в водичку. Так, крест, крещение, у нас единое крещение, ну, церковь, нам нужно, нельзя креститься, нам ни в баптистов, нигде. Нам надо крест выбрать истинную церковь, истинная вера. Начало разобраться, что такое церковь, где церковь. Господь сказал, я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. То есть вы сейчас ищете путей правильных, да? Вы отвергли сам фундамент, само начало. Вот, нам нужно изначально встать на правильный путь и идти по нему, не сворачивая. Вот, по крайней мере, что такое правильный путь? Это правильная вера, это правильное прославление Господа. Вот, а оно прослеживается исторически, как Господь сказал, ищите путей древних, да? А что такое пути древние? Пути древние – древние учения. Древние учения – значит правильные учения, не ищите новых учений. Вот сейчас свидетели Игова, да, у них сто лет всего они организовались, как вы понимаете, и они себя прославляют, как истинной организацией, Божией организацией, да? А где же вы были еще 20 веков, где вы были? Вот, они организовались в 19 веке. А до 19 века вы где были? Так же Баптисты, а где вы были 15 веков, понимаете? А православная церковь, она идет от самого истока, от того, как, когда на апостолов сошли огненные языки, и они его прогласили себе церковью. Вам не нужно, какая бы она ни была, православная церковь. Пусть она даже и сейчас изуродована, пусть она даже, ну, совсем неприглядная, понимаете? Вы должны находиться там, потому что там есть священники, на которые исходит благодать Божия, которые способны свершать таинства. Все таинства, совершаемые вне церкви, они неблагодатны. На них нет благословения Господне, понимаете? Вы помыть православную церковь и покаяться в том, что вы приняли вот это крещение. Вот, потому что наша церковь приемлет только едино крещение. Едино крещение в оставлении грехов. То есть мы однажды крестимся и каемся в грехах, и нас Господь прощает. А зачем, кто вам вообще посоветовал, зачем это нужно было? Да вот, мне посоветовал один человек, говорит, ну, пойди, найди, только надо с погружением. Я полностью, значит, с погружением. И знаете, что произошло, Сереж? Я просыпаюсь утром, да, и как у меня, как изо рта, только от того шума, который исходит из моего рта. И как будто много-много кто-то ругается, кто-то что-то, и я вот сквозь сон это вот слышу, из меня выходит что-то, выходит. Потом, знаете, Сереж, у меня сразу мои глаза становятся моими. Сейчас у меня глаза опять стеклянные, холодные. Ну, конечно, они такие сумасшедшие там, то все, но я знаю, знаю, что вот эти глаза, я их очищу. Я молю его, знаете, чтобы у меня вернулись мои глаза нормальные. Но я имею в виду, мне это важно, они вернутся, когда я очищусь полностью, знаете. Понимаете, потому что, я понимаете, я очень, ну, мне сколько, мне сейчас 53. Сереж, вы знаете, всю жизнь я была эгоистка, всю жизнь. Мой сын, вот знаете, он просто забит мной. Он просто забит мой бедный пацан, понимаете. И когда я начинаю осознавать это, я думаю, ну, мне нужно бороться, мне нужно бороться за него, но я не могу бороться. С чем бороться, о чем вы говорите, как бороться? Да он уже все, он совершенно бедный практически человек, о чем вы говорите? Все, уже боест ушел, теперь не надо бороться, теперь надо только молиться за него. А молитва матери очень многое может. Все, уже надо отойти и молчать. Ему больше ничего не нужно говорить, уже все было сказано. Теперь только молитвы, теперь только просить Господа о том, чтобы Господь исправил сердце его. Вы знаете, вот чудеса происходят. Вот как только я изменяться начинаю, все возвращается ко мне обратно, да. Я вот недавно совсем, ну, короче, вот так вот аскетически прожила немножко. Вот. И смотрю вот, во мне сразу, знаете, спокойная речь идет, все идет, начинает все исправляться. Я начинаю все вот, все уходит от меня, знаете, нехорошие, все болезни от меня уходят, все. Глаза исправляются. И сын приходит, спрашивает чего-то, говорит, мам, я, наверное, должен бросить курить. Знаете, без всяких лекций, без ничего. То есть, что-то происходит, Сереж, что-то происходит, я его молю, чтобы все это, чтобы он мне помог. Вот вдруг Фрэнк изменяется тоже. Понимаете? Вы же как от себя отказываетесь, Сереженька? Да мы ничего не можем без Господа делать. Что значит отказываетесь? Отказываться от себя нужно в один день это делается, в одну минуту. Это называется рождение свыше. Да. Кто не родится свыше, тот не может даже увидеть Царствие Небесное. А что рождение свыше? Это просто однажды встать на другой путь и все. А отказываться всю жизнь нельзя от чего-то. А я вот как жила Лота, все время возвращаюсь, Сереж. Я возвращаюсь, я удивляюсь, что я еще жива, что Господь меня терпит. Потому что знаете, что со мной первый раз произошло, когда я ощутила вот Святого Духа, Святого. Но я не знала, что со мной. Это 10 лет назад, когда первый раз это произошло. То в 3 месяца примерно перед этим я объедалась. А то я, понимаете, я чувствую, что я не завишу от всего этого. Да, оно как бы выше. Там может быть где-то соблазн внизу. Но я сама себе пробовала, уйдет это состояние или нет. И ем, ем, ем. Уйдет это состояние, уйдет от меня вот этот кайф. Вот это вот я сама, это вот эта вот мысль у меня была. Знаете, и вот теперь я иногда, я не знаю, я запуталась, Сереж. Матвей говорил, что если вот такой человек, вот как жена Лота, то может и не вернуться Дух Святой. Может не простить Господа. Потому что я все время туда-обратно ношусь. Понимаете? У меня нету, что отрезал и все. А зачем вы, если вы понимаете, зачем вы туда-сюда вноситесь? Он так и говорил, поминайте жену Лота, не оглядывайтесь назад. Потому что я, ну вот понимаете, я не могу отказаться от этой работы, я не могу от всего этого отказаться, знаете. От работы зачем отказываться? Ну вы если откажетесь от работы, вы и чем будете заниматься? Я даже не знаю. Ну вы с ней на улицу не пойдете, будем рвать. Да, мы под угрозой, потому что я живу от чека к чеку, знаете, месяц, каждый месяц, в конце месяца я получаю, вот мы на это живем, иначе у меня ничего нет, никаких... Ну а зачем вообще думать об этом? Работайте себе на здоровье, да и все. Не в этом мы должны искать исправление, а внутреннее исправление, исправление нашей любви к ближним. Сейчас же научились мы любить. Вот в любовь опять вы вот говорите, да, я должен наставлять, учить его сына. А вот именно исправьтесь в том, что вы не учите, а отдайте это Господу, отдайте, пусть Господь теперь его наставляет. Молитесь постоянно об этом. Именно отречьте себя, об этом и есть отречение. То есть отречение своего, свое я. Я отрываю свое, я отдаю полностью Богу. Уже не я живу, но живет во мне Господь. Молитва, она первое дело перед Господом. Это знак нашего смирения, знак нашего поклонения Господу, наша любовь к Нему. А что мы можем Господу отдать? Господу наши деньги, там они не нужны совершенно. Да. Сережа, ну знаете, у меня молитва сейчас задубела. Вот в такие моменты у меня молитва дубеет, в конце не пробиться совершенно. Вот сегодня я только могла плакать. А вообще, я так опечалила духа, что он не возвращает мне его. Нет у меня, у меня еще есть те моменты, над которыми мне надо работать. Не чистая я, чтобы меня... Демон так работает над душой человек. Он говорит ему, что ты никогда не войдешь в Царствие Божие, Господь тебя никогда не признает. Господь тебя никогда не помилует, и не простит тебя Господь. Ну, в Матвеи уже есть это. В Матвеи есть, что Господь не даст ему. Господь говорит, если грехи твои были багряны, как кровь, как снег убилю, Господь говорит, возьму все твои грехи, закину их за хребет и не поминуй их. Понимаете? А почему? А потому что нам покаяться. Сказать ему, Господи, я грешный человек, прости меня и помилуй. С верой сказать, и все, и достаточно с нас. Больше не нужно ничего не думать, не размышлять ничего. Когда мы начинаем размышлять, что нет, я не достойный человек, это искушение лукавого. Но пробивать же надо, пробивать. Не надо никого еще пробивать. Все уже все эти пути давно пробиты. Каждый день надо проживать, как последний. А на смерть настолько она рядом ходит с каждым из нас, что не надо нам загоняться, какие-то планы выстраивать. Делайте. Что день сегодняшний принес, то и принес. Да и будет с нас. Что нам там, какие-то... Все от Господа. Все нам посылаемое от Бога. Вот тем не менее, настолько все просто. Любите друг дружку. Не досаждайте друг другу. Ну, видишь, если человек не принимает тебя вот таким, какой ты есть, ну, отойди от него. А если хочешь с ним рядом находиться, принимай, бери на себя то, каким он тебя примет. То есть, каким он готов тебя принять. Будь таким человеком. Если не готов человек принимать, какой ты есть, отойди от него, не досаждай ему. Все. Все до банальности просто. Нам сатана накручивает какие-то там эти, что мы... Что-то... Мы из себя ничего вообще не представляем. Настолько ничтольный. Смотришь сегодня он... Он кричит, что-то гоношится. Раз завтра его отнесли, закопали и все. И от него и памяти не осталось никакой. И что? И что-то появился, что-то надувал щеки там. Зачем это все? Бог может из камней всех создать себе людей. Он может нас вообще в порошок стереть, но буквально в одну секунду любить нас вместе и новых людей себе сделать, каких он захочет. Но он нас любит, таких, какие мы есть. Неужели вы думаете, если бы нас Господь не любил бы, если бы вас не любил Господь, Он бы вас не убил бы? Думаю, Он бы давно уже и уничтожил бы вас. Но Он вас любит, такая, какая вы есть, понимаете? И все. И все. Не надо ничего. Ничего не надо. Работать дал Господь. Работу буду, слава Богу. Да и буду работать. А что придумывать там, что придумывать? Я вот тоже поначалу какие-то, ну первые годы, когда вот только коснулся меня Господь, да, я думаю, вот все, сейчас монашество, мне там монашество куда-то. А вот и батюшка приходит, о, браток, тормози, тормози. Какое монашество? Потом я в молчании, все, мне надо, надо молчание. Молчание. И там у меня тоже был. Вот. Куда? Зачем? И я потом понимать начинаю, а зачем? А зачем? Зачем все? Ну, а потому что, а потому что вот Лутавр, он знает, через что нас это самое. Искуситель. Он же искуситель. А все, а все ради того, чтобы мы в отчаянии впалили, ради того, чтобы мы Богу не молились, чтобы мы не верили Богу, что нас Господь простит. нас Господь прощает. Он говорит, прощай, прощай, прощай. А ты же, нет, ты не прощаешь. Ну, как это? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok